Около 200 подлинных бытовых предметов и фотографий, рассказывающих о жизни, быте и искусстве Чукчи, теперь можно увидеть в Ульяновском областном краеведческом музее на выставке «Чукотка. Территория открытий». Среди экспонатов коллекции, которую собирал несколько десятилетий заслуженный путешественник России Артур Чубаркин, элементы традиционного костюма, жилища, орудия охоты, войны и труда, ритуальные предметы, остатки ископаемых животных, китовый уз, шкуры животных и многое другое. В первую очередь здесь одежды из шкур, из меха, медведя, оленя, то есть для того, чтобы прочувствовать и пропитаться духом Арктики Севера, вот это в первую очередь экспонаты живые, которые позволяют перенестись туда. Артур Чубаркин рассказал, как непросто сегодня выживать чукчем, с какими огромными усилиями им приходится сохранять традиционную культуру. Это хорошо передают фотографии и экспонаты. Они помогают погрузиться в полупервобытный мир, куда закрыт доступ обычному человеку. Так как я вырос среди чукчей эскимосов, меня они называют своим, чукчей. На чекотском языке это называется лауравитлан, то есть настоящий человек, в отличие от тануравитлан, хороший человек. От цивилизованных людей они называют тануравитланы, то есть ненастоящие. Пика из кости для ловли рыбы, костяная игла древней рукодельницы, древний кремень для рисования на клыке морского зверя, бубен, череп и рога бизона, возраст которых 26 тысяч лет и многое другое, найденных в результате многочисленных экспедиций, можно увидеть на выставке. В 2006 году состоялась экспедиция автономная на чукотских издовых вдвоем и 12 чукотских собак на Северный полюс. Дальше была экспедиция в Антарктиду по маршруту Белинсгаузена-Лазарева, но здесь она представлена только одним единственным камнем, окаменевшим деревом, которому 300 миллионов лет назад. На выставке оборудована специальная фотозона, где можно сфотографироваться в оригинальных национальных чукотских костюмах. Выставка будет работать до 13 ноября.